Самолёт Каченского Абсолютно занятие, они считают, что главное что? Сесть на стул и изобрести. На самом деле Мир полон изобретений И основное не изобрести А увидеть то, что Изобретено и дать ему Другое движение. Так вот, я считаю, что Рубеж тысячелетий Стал не только рубежом Ну, чисто Как бы календарным, каким-то временным Но это время, когда Произошла Феноменальная технологическая Революция, которую мы не осознали Мы, никогда Человек до этого Не был оснащён таким количеством Записывающей аппаратуры Никогда человек при себе Не имел и фотоаппарата, и видеокамеры И так далее, это первое И второе Что современный человек Вошёл в это новое тысячелетие Я сейчас использую такое очень специфическое Выражение, непугливым Он Его трудно чем-то испугать Вот все эти фильмы, хорроры Компьютерные игры Они подготовили его к тому Что он в любой момент Может попасть в какую-то Как бы не вполне реальность Понимаете? Поэтому вот когда Произошёл 9-11 Что произошло? Независимо от того Как бы кто это делал Я сейчас оставляю Это за Абсолютно за гранью Никто не рассчитывал Что люди Вместо того Чтобы они в панике Начали рвать на себе волосы И бежать бог знает куда Они все вытащили камеры И начали снимать Понимаете? Фотоаппараты Видео Они начали все это снимать Отсюда Появился Возник абсолютно Не имевший прецедентов Феномен Когда в Открытый доступ Были выложены документы Которые легко можно было Раньше остановить На первом этапе Понимаете? Если один журналист Появился с одной камеркой То эту камерку можно было разбить И на этом все It's not exist Этого нет Нет документа Нет прецедента Понимаете, да? А сейчас что произошло? Что каждый Петюлькин Который бежал по улице Он сделал какие-то кадры Он что-то записал Плюс мы живем в мире Электронной регистрации Каждого вашего шага Вы никак это не можете Люди никак это не могут понять Что вот они въехали в гостиницу Въехала команда Которая будет разбирать завалы 9-11 И въехала она за двое суток До того, как произошел 9-11 Какого черта они приехали в Нью-Йорк То есть для того, чтобы собрать Провестись исследования сегодня Не обязательно иметь доступ К каким-то секретным материалам Которые говорил Михаил Которые так легко было засекретить Я прошу прощения Я немного не понял связи с тем, что Объясняю После любого Эксидента, который происходит После любого события Трагического, которое происходит Онлайн появляются Тонны материалов Свидетельств, которые нужно просто просмотреть Это вы говорите К тому, что вам не обязательно Находиться было там Совершенно Не обязательно Достаточно взять Со временем Они все начинают исчезать Вымываться Но вот если ты сразу После того, как произошло событие Собрал вот эти все материалы Они у тебя есть И ты открываешь эти фотографии И ты открываешь эти И ты видишь Вот размер Который между столбами Скажем Двумя столбами Телеграфными На подлете Там к чему-то А вот Размер крыльев Боинга Значит Либо Боинг сложил крылья И протиснулся Между этими столбами Либо Летело что-то другое И влетел То есть что-то летало И что-то рушилось Это понятно То есть вот Ты берешь карты Вот этого Аэродрома На который садился Самолет И ты видишь Что Профиль Скажем Ну профиль Вот Как это сказать Местности Да Очень специфический И военные самолеты Это же военный аэродром был Военные самолеты Они всегда заходили С одной стороны А самолет Качинского Заходил с другой стороны И мы прекрасно понимаем Что Заводит на посадку Он же не сам заходит Правильно Он немножко Сам по себе решает Я вот там полечу Правильно Ему Кто-то дает эти указания Почему самолет Качинского Заходил Например С абсолютно Не Хорошего профиля С которого ни один военный самолет Не заходил Потому что там Горы Возвышенности И так далее Горка такая Есть очень опасная Которая Как они говорили Потом летчики Которые заходили Если заходишь с той стороны То эффект горы Возникает буквально Перед лицом То есть вот ты идешь Низко-низко-низко А там поднимаешься Плоско Буквально упираешься У тебя нет времени Среагировать На этот подъем Почему он заходил Самолет с той стороны Почему И на эти Вот там есть миллион Почему И поляки Право У них есть Право Задавать эти вопросы Могла ли это быть Случайность Могла Могла ли это быть Операция Могла Если она Это была операция Она гениально Спланирована Она гениально Спланирована Там нету Тех Дырочек Которые Можно Воткнуться Нет Но есть вещи Которые Объективно Вот Была Определенная Погода И появился Непонятно Откуда Взявшийся Туман И об этом Написало 10 жителей И об этом Это зафиксировано Там скажем Вот в Ну в метеосводке Просто в метеосводке Так вот Сейчас Исследователю Не обязательно Прибежать на место И там скажем Прорваться в какие-то Кабинеты Которые запираются Ему достаточно Сразу После события Собрать огромное Количество Фактического Материала И если на этот Фактический Материал Посмотреть Непредвзятым Глазом Не пытаясь Подложить Под это Какую-то Теорию То да Ты иногда Приходишь К каким-то Вещам Я очень Специфически Отношусь К конспирологии То есть Это Такая Очень Зыбкая Знаете Почва В том Смысле Что Иногда Банан Это просто Банан А иногда Это Символ Чего-нибудь То есть Оно Так бывает И так И так То есть Не обязательно Что Далеко не все Конспирологические Теории Под собой Имеют Почву Но Есть такое Замечательное Выражение Что заслуга Дьявола Заключается в том Что ему удалось Убедить Человека Что он Не присутствует Что его нет Если Не считать Что этого Всего Нет То тогда Я совершенно Точно могу Сказать Что на человека Наедет танк И Если Очень серьезные Люди Вот еще В советские В советские Времена То есть Мы все Пришли К этим Темам Восьмидесятые Годы Если Очень серьезные Люди Институты Я знаю Лабораторию Во Львове Которая Занималась Биотехнологическими Сложно Организующимися Самоорганизующимися Системами Вы только Вдумайтесь В название Биотехнологическая Самоорганизующаяся Система Чем они Занимались Они занимались Изучением Взаимоотношения Человека И компьютера Человека И технологического Мира Посмотрите Как много Вещей мы Замечаем У нас Машины Мы ездим Все на машинах Мы все Дети машин Машины наши Имеют разные Характеры Михаил У вас все машины Одинаковые Это кусок железа Вы не даете им имена Вы не разговариваете С ними Я не разговариваю С машиной Пока еще не дошел Может с возрастом Оно появится У меня такая тенденция Но у меня Молодежь разговаривает Какой с возрастом У молодежи У машин Слушайте Молодежь Я как-то спросила У тебя мальчик Или девочка Машина Конечно мальчик Что не видно Я заметил По своей машине Один раз Только я заметил Когда я купил машину Она была Поддержанная машина Но ей было Всего Где-то года полтора Вот И я Я люблю Быструю Какой русский Нужный Быстро Я люблю Причем Я очень Агрессивный Драйвер И вот я пытаюсь А машина мощная Ой Михаил Нам надо с вами На одной дороге порезаться Да Машина мощная И Она Ну скажем Из этого класса Полуспортивная Короче говоря Я пытаюсь Ее А она не едет Не едет Она не едет Причем она едет Потихонечку с разгона А какие машины У нас же автоматы В принципе Можно форсированно Ее заставить Чтобы она ехала Допустим Да И вот я Даже дошел до того Я не понимаю Почему это происходит Я попросил Одного известного У нас Человека Который тоже Ведет передачи Поездить Поехать со мной И посмотреть Эту машину Он поехал Он не видит Ничего странного В этой машине Она совершенно Нормально едет И все в порядке И потом я Начал задумываться О чем идет речь И я Начал Я позвонил На дилерскую И спросил Кто был хозяин Этой машины Мне сказали Хозяином Этой машины Была бабушка Божия Одуванчик А она Почему я ее купил Потому что Удивительно Но на ней было Что-то порядка Очень маленький Майл Две с половиной Или три тысячи миль Для такой машины Это просто смешно То есть Можно ехать На ней Тысяч двести Наверное Миль И будет нормально С двигателем Вот И тогда Все-таки Занимаясь этими вещами Я понял Что тут Ничего не поделаешь Оно есть И оно есть Но потом Машина ко мне Привыкла Вот что самое интересное Она ко мне Привыкла И она стала Уже ездить Так как я хотел Чтобы она ездила Вот тогда Я понял О том Что действительно Вот эти вот вещи Мы связаны Они еще как связаны У меня в истории Был эпизод Когда я Первый раз в жизни Когда я положила Руку на мертвую машину Вот у меня Был просто Личный семейный Какой бы Такой вот план Опыта Когда мой сын Вознамерился Купить спортивную машинку Он меня привел Машина продавалась По очень разумной цене Я посмотрела Все в порядке В общем Состояние соответствующее Нормальное Я положила руку На эту машину И сказала Что эту машину Брать нельзя Причем ситуация Была такая Что мы поссорились То есть я просто Я развернулась Села в свою машину И уехала Что для меня Совершенно несвойственное Поведение В общем Стараюсь такие углы Особо не создавать Машина была куплена И машина разбилась При совершенно Загадочных обстоятельствах Буквально через неделю Ну в общем Два месяца Ну Два месяца Ну она продержалась Какое-то время Но в принципе Она Как на ней не убились Непонятно В общем Как это произошло Тоже до конца непонятно Во всяком случае Полиция Приехавшая на место Происшествия Была очень удивлена Тому Что эта машина Смогла Что это вообще Произошло В таких обстоятельствах Тогда я еще раз обращаюсь К нашим уважаемым радиослушателям Те наши радиослушатели Которые хотят купить Поддержанную машину Вы можете обращаться В центр Сангей А мы связываемся С Мариной Елизаровой Она нам Проверит эту машину Вам надо для этого Положить руку на машину Или вы можете Это сделать Скажем так Как-то Михаил Да Дистанционно Значит Основная идея Заключается в том Что Почему люди Считают Что это Многие вещи Относящиеся к необъяснимому Не присутствуют Потому что Это Это Не работает на нас Понимаете То есть мы не можем Этого не может быть Потому что Потому что мы не можем управлять этим Потому что В один день Ты получаешь информацию В другой день Ты ее не получаешь Это как раз Это самый К тому вопрос В общем Занимались мы Этим профессионально С государственной поддержкой Все Исследовали паранормальные явления Да Да Огромный спектр всего От НЛО До Экстрасенсорики До Полевых воздействий Генераторов Чего только не было Вот И все Что касалось Вот Человеческого фактора Где Не машина работает Которая работает Более или менее Однозначно Хотя тоже бывают нюансы Но это как бы Более или менее Однозначно А там где присутствует Чисто человеческий фактор То есть экстрасенс Должен Я не знаю Определить состояние здоровья Или там Воздействовать на Генератор случайных чисел Пытаясь его сместить Ну в общем Все возможно Сегодня работает Завтра нет Два дня работает Потом месяц У него ничего Это правда Экстрасенс Да И так далее Причем у самых сильных Любые Любые Совершенно эти самые А чем это можно объяснить Тем Что По большому счету Люди Не знают Не умеют И не знают Как Потому что По всей видимости Когда-то Существовали Учителя Когда-то Существовали Знания Которые Позволяли В себе Тренировать И воспитывать И как бы Уметь пользоваться Возможностями Своего мозга Вы не хуже Меня наверняка Знаете Какой частью Головного мозга Человек пользуется К сожалению Это даже Не в половину Был такой фильм Люси Да Совершенно верно И Все что происходит Происходит спонтанно То есть У него Сложилось Настроение Собочувствие Звезды Все что угодно И у него получилось А потом Что-то не складывается Но что не складывается Он пытается Честно Напрягается Сосредачивается Концентрируется Ноль И В итоге Как бы Вот Всех этих самых Мы пришли к выводу Что сейчас Мы пока не Готовы К тому Чтобы Этим всем Как-то Пользоваться Ну Вообще В ведах Есть Описание Того В древних Источниках Есть описание Того Что Это называется Мистические Совершенства Сегодня Это называется Ситхи На санскрите Ситхи Это те Способности И те возможности Которые нам В принципе Даны Но мы Не умеем Им пользоваться Они возможно Находятся В зачаточном состоянии И те кто хотят Они могут развивать Эти способности И возможности Как вот Оказывается Что те люди Которые жили Миллионы лет Тому назад В санте Югу Допустим Они Многие из них Обладали Такими возможностями И таких Мистических Совершенност Было Достаточно Много Минимальное Количество Называет 18 Минимальное Количество Когда Человек Мог Превращаться Из лилипута В великана Из великана В лилипута Когда Ясновидение Яслослышание Яслознание Это было Совершенно Обычным Явлением Разговоры Люди Разговаривали Телепатическим Только Образом Когда Телекинез И психокинез Это было Достаточно Нормальным Явлением Сегодня Это Телепортация В то же Время Но Сегодня Это Все За Гранью Наших Возможностей Как говорится И кто-то Обладает Такими Способностями Возможностями Недавно Я беседовал С одной Моей Знакомой Она Парапсихолог Из России Мы Беседовали О Вольфе Мессинге У нее Был Дед Который Был Лично Знаком С Вольфом Мессингом И она Выходила На контакт С Вольфом Григорьевичем Именно По Каким-то Там Ну Не знаю По Каким-то Своим Каналам Она Выходила Вот И Вольф Мессинг Мне Удалось Кстати Присутствовать На Его Представлении Один Раз Я Еще Застал Это Дело Вот Где Он Показывал Свои Способности Это Было В Минске В Доме Эфциров Я Сейчас Помню Это И Помню Его Так С 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 Великие Люди Сегодня Они Уже Живут Как Вы Читаете К этому Относиться С Большим Скептизом С Большим Скептизом К сожалению Михаил Здесь Мы Немножко Не Совпадем Я Еще раз Говорю Я Отличаюсь Достаточно Нетрадиционным Взглядом На Эти Вещи Все Так Я Занималась Наукой Много Лет Что Не мешает Вам Мне Не мешает Это Абсолютно Но Это Мешает Мне Скажем Так Есть Сказка Есть Между ними Есть Грань Значит Вот Я Все Так На Грани Мифа Но Не На Грани Сказки Поэтому Все Что Вы Говорите Может Иметь Отношение К Не Нашей Цивилизации Наша Цивилизация К Этим Умениям О которых Вы Говорите Не Иметь Никакого Отношения Я Считаю Что Наша Цивилизация Является Цивилизацией Вполне Возможно Больной То есть Я считаю Что по Какой-то Причине Произошел Какой-то Слом Который Привел К тому Что Наша Цивилизация Заболела Она Утратила Какие-то Вещи И то Что Вот сейчас Происходит То что Мы Наблюдаем Вот Этот Дичайший Технологический Бум С моей Точки Зрения Является Подтверждением Того Что я Слышала В свое Время От Владимира Кузьменко Очень Известного Как я Вам Говорила Исследователя Лаборатории Самоорганизующихся Биотехнологических Систем Что Человечество Отращивает Себе Протез Что Тот Техногенный Мир Безумный Который Мы создаем Это наш Протез Это наш Шанс Уйти В этот Виртуальный Мир И существовать В нем В симбиозе С техникой Мы не уйдем В природу Никаких Шансов Для Биологического Такого Прогресса Я не вижу Я думаю Что те Способности Которые Генерировали Это Они Кат Они Погибли Они Как-то Отрезанная Нога Ее невозможно Прешить Можно Сделать Протез Поэтому Я не Очень Верю Всем Этим Солнцеедам И так далее Не очень Верю В силу Того Что Часто Это Не Подтверждается Это Не Снимает Вопрос О том Что Человек Не Должен Заниматься Эволюцией Своего Тела Своей Души Абсолютно Нет Просто Человек Должен Понимать Что Сколько Бо Я Сейчас Не Провела Времени В Тренировках Балериной Большого Театра Я Не Стану Если Я Смотрю В Зеркало Я Стараюсь Видеть Там Отражение Не Вижу Там 20 Летнюю Юную Перри И Я Не Стану 20 Летней Юной Перри Я Могу Стать Хорошо Выглядящей Для Своего Возраста Женщины Элегантной Мудрой Приятной Окружающим А не Омерзительной Допустим В старости То Того К чему Он Может Прийти И Тогда Это На Него Будет Работать Если Я Ставлю Перед Собой Реалистическую Цель Я Могу Достичь Если Я Ставлю Нереалистическую Цель Я Ставлю Себя И Своё Окружение В Очень Неловкое Часто Драматическую Ситуацию Я Прошу Прощения Могу Привести Параллель Аналогию С тем Что Сказал Михаил Возможности Нашего Мозга Изучены Всего Лишь От Пяти До Трех Процентов То Есть Сегодня Мы Мы Мыслим Так То Что Вы Сейчас Сказали И Мы Так И Предполагаем Так Оно Есть Для Нас Это За Гранью И Это Может Быть Действительно Другая Цивилизация Но Если Мы И Использовали Наш Мозг Хотя Бы На Десять Процентов Хотя То Много Могло Измениться Безусловно То Я Считаю Что Действительно Могло Что То Измениться Но Я Боюсь Что Самостоятельно Мы Вряд Ли Сможем То Это Вопрос Нужны Учителя Мне Кажется Я Могу Может Быть Ошибаться Нет Вы Абсолютно Я С вами Тут Учителя Которые Нас Научат Как Им Пользоваться Потому Что Сейчас Мы Свои Собственные Тарелки Вы Знаете Опять же Базируясь На Древнейших Источниках И Скажем Ну Сегодня Называется Мифологией О том Что Когда-то В те Дальние Времена Мистические Времена Жили люди И вот Один из них Был демон Которого Звали Равана Это Описывается В Эпосе Ромаена Где Значит Определенные События Происходят Вот этот Демон Равана Он Выпросил Бессмертие Значит У богов И ему Дали Это Бессмертие И Вот Он Я К чему Это Говорю Мы Сейчас Не Обсуждаем Этот Вопрос Верю Не Верю Но Он Когда-то Решил Так Сказать Власть Над Всей Планетой Земля Над всей Вселенной Приобрести И Он Понастроил В различных Местах Земли Понастроил Какие-то Определенные Волю И Можно Было Воздействовать На Чуть Не На Всех Людей И Считается Что Вот Эта Техногенная Эволюция Сегодняшняя Она На самом Деле Техногенной Катастрофой Является Потому Что Все Вот Эти Волны Которые Ученые Вы Так Скажем В этом Больше Разбираетесь Они Могут Человека Напросто Взять И Со Временем Конечно Убить Геном Модифицированы Эти все Продукты Генной Инженерии И так Далее И так Далее И Телефоны С самого Начала Вот Эти Смартфоны Которые Есть Они Самые Первые Без Чего Нельзя Обойтись Нигде И Ни Чем Знаете Я Был В свое Время В Японии У меня Сын Учился Когда У нас В частности Я имею Ввиду На территории Постсоветского Пространства Телефонов Еще Как бы Не Было Вот Там Я Первый Раз Увидел Ну И У нас Такого Не Было Бума Это Было Там Определенное Количество Лет Назад И Вот Где Я Увидел Что Там Нету Газет На самом Деле В метро В трейнах Там Нету Газет Там Все Сидят С Телефонами И Все Вот То Что Происходит У нас Сейчас В Японии Происходило Довольно Таки Да Это Конечно Очень Очень Это Очень Это Безумно Сложный Вопрос К нему Можно Возвращаться Существуют Разные Точки Зрения На этот Вопрос Если Вы Спросите Меня Я скажу Я не знаю Я не знаю Потому Что У цивилизации Могут Быть Разные Пути Когда Как Человек Который Занимался Историей Я Всегда Задаю Провокационный Вопрос Задам Элада Древняя Греция Это Наша цивилизация Где Начинается Наша цивилизация Наша цивилизация Вы имеете ввиду Ну вот Что такое Цивилизация Это Наш мир Наш мир Вот он Начинается Где Вот где Время Где граница Времен Когда мы Начинаемся Наша цивилизация Наше Мироустройство Цивилизация Они как бы Сменяют Друг друга Это Очень Не очень Субъективный Я бы Товарищ Сказал Вопрос Дело В том Что Все Происходит Наша История Все Я могу сказать, всё происходит циклично, и мы это знаем, и существуют циклы, они же разные. Бабочка-однодневка живёт один день, для неё это всем понятно. Нет, 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 абсолютно, не циклы существуют, а существуют цивилизации, они сменяют друг друга. Мы к греческой цивилизации не имеем никакого отношения. Это вам скажет любой более-менее грамотный теоретик филологии, который вам покажет, что есть такая вещь объективная абсолютно. Понимаете, как две ноги, а не три ноги. Как система видов и жанров, она является отражением вот этого цивилизационного ядра. Она модулирует все конфликты, которые происходят, они описаны, понимаете, тут ничего не надо изобретать. Так вот, ещё раз, Греция древняя, Эллада, к нам не имеет никакого отношения, наконец, с другой цивилизацией. Там совершенно другая система жанров, родов и видов, которая не повторяется больше в нашей цивилизации никогда. Мы пытались её архаически воспроизводить, этого не происходит. А как мы знаем, что они не повторялись никогда? Потому что у нас, нашу цивилизацию мы можем проследить, она начинается с тёмных времён. Откуда мы это знаем? Мы знаем это, базируясь из того продукта жизнедеятельности, я не имею в виду то, что мы оставляем в местах общественного пользования, а продукта в жизнедеятельности в виде изобразительного искусства, словесного искусства, хроник и всего, что только можно представить. Я понял. А если допустить, что на нашей памяти, ещё раз повторяю, бабочка-однодневка живёт один день, для неё вся жизнь один день, мы живём примерно 100 лет, значит, для нас это 100 лет. История вмещает в себя определённое количество столетий, тысячелетий и, может быть, десятков тысяч лет. А что за пределами этого? Чего мы ещё не знаем, чего ещё не было? Наскальные рисунки и нога человека в запасниках, в хранилищах хранятся миллионы лет. Как это можно тогда интерпретировать? Михаил, очень просто. Как? Очень просто. Это объясняется совершенно примитивным образом. Мать-Земля рождает ни одного ребёнка. Поэтому, если вы допустите, что цивилизация – это ребёнок Земли, то дети, как вы заметили, имеют свойство отличаться друг от друга, да? И способностями, и особенностями. Ну, в принципе, ну, скажем так, на протяжении земной истории существовало много цивилизаций. Цивилизация, связанная с Атлантидой, с пирамидами – это была одна цивилизация, остатки её, предположим, вот эти самые Лада. Мы – это новое. Что было до них, это было что-то ещё. Ещё есть теории, что, скажем так, когда существовали динозавры, была своя цивилизация, там тоже были разумные существа, и они отличались от… Внешним верным, в том числе. Внешним отношением, от хомо сапиенс. Ну, это всё… Мы обращаемся в мир потрясающих гипотез, потрясающих идей. Если не относиться к ним предвзято, то есть если не говорить, что каждый человек, который иначе думает, иначе говорит, иначе чувствует, он больной, и его надо отправить куда-то подальше от здорового человечества, то вполне возможно, что наша жизнь станет значительно богаче, ярче, интереснее. Вот здесь я с вами 100% соглашусь, как и с Михаилом, который сказал, что это, да, теория, одна из теорий. А самое главное, да, они все имеют место быть, как говорится, и все эти теории, и все люди, которые мыслят по-своему, и есть ещё теория, почему надо лечить сумасшедших. Они счастливы в своём заблуждении, что они являются… Не заблуждение, а в своём яви, что они являются Наполеонами и кем-то ещё. Их не надо лечить, они счастливы. Есть такая теория, верно? Да, но мы пытаемся навязать, мы пытаемся лечить, хотя нас об этом вроде бы никто не просит. Я уже не говорю о том, что мы защищаем свою страну, а тех, кто на нас не нападает почему-то. Вот с этим мы тоже сталкиваемся. Вот здесь, Михаил, я как бы всегда, возвращаясь к тому, с чего мы начали, завершая определённым образом этот разговор, я хочу что сказать? Что если по-прежнему есть люди заинтересованы, в чём была, вы спросили, в чём была особенность искателя? Вот в том, что искатель задавал вопросы, приносил очень интересные документы и материалы. Очень многие серьёзные, грамотные люди испытывают к этой области человеческой жизни интерес. Очень многие стесняются этого интереса, им кажется, что если вот они проявят этот интерес, то вот короны с головы свалятся, их не будут серьёзно воспринимать. Серьёзно не воспринимают только тех, кто из этого делает шоу, клоунаду на самом деле. А материалов очень много интересных. И если есть люди, которые бы хотели вернуться и, может быть, начать в своей жизни заниматься более-менее серьёзно и вложиться в какой-то такой проект, мы с удовольствием готовы к сотрудничеству. У нас реально много материалов. У нас восьмилетняя подшивка журналов, которые по объёму каждый журнал читается практически как книга. У нас есть книги, которые мы издавали, уникальная подборка книг. Это не методика. Прочитав эти книги и познакомившись с этим журналом, вы не станете сразу богатыми. Абсолютно. Вы не станете сразу здоровыми. Но что можно иногда узнать? Можно узнать какие-то вещи, которые... Информационно богатым вы станете. Станете. Это точно. И вот это информационное богатство, оно может изменить вашу жизнь. Потому что если вы не можете изменить обстоятельства своей жизни, вы всегда можете изменить отношение к ним. И изменив отношение, вы можете... Здесь я, Михаил, с вами абсолютно согласна. Вы можете ввести себя в состояние баланса, которое позволит вам, равновесие, которое позволит вам принимать взвешенные решения, совершать неожиданные, но правильные шаги. И это, да, может улучшить вашу реальную жизнь. Хорошо. Спасибо большое, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели. Мы беседовали сегодня с парой Михаил и Мариной Елизаровой. И я надеюсь, что эта беседа к чему-то подтолкнет. Вот тому, что только что сказала Марина. Ну, а мы... По крайней мере, к появлению батарейки, которая у нас не будет перегорать. Нет, она не перегорает. Это свойство той самой записывающей аппаратуры. Но наш центр Сангейц, это центр, в первую очередь, информации. Информация, она может быть полезная. Она, в данном случае, она полезная информация. В зависимости от того, как мы к ней, конечно, будем относиться. Но спасение утопающих делало рук самих утопающих. Это мы все прекрасно знаем. Поэтому, если кому-то интересно, если кто-то хочет узнать что-то побольше, то такая возможность сегодня и есть. Опять тот же самый Искатель. И как мы уже сказали в первую часть нашей программы, о том, что электронная версия может быть доступна. Но мы над этим еще... Если есть издатель, который хочет восстановить что-то подобное, потому что это был беспрецедентный журнал «Наши двери открыты». Если есть вопросы, которые люди хотят обсудить, то есть, условно говоря, скажем, Качинский, еще что-то. Какие-то вот то, что мы затрагивали сегодня. Привидение. Привидение в моем, говорит, СПА. Я фотографирую обратной камерой и вижу, что там что-то шевелится. И что это такое? Это же не может быть. Ну, опять же, побеседовать. Пожалуйста, вы можете присылать вопросы. Вы можете как-то... Побеседовать с Михаилом. Мы только начали. Это интересная тема. Институт ННРБ, институт вообще, чего ищут и чего искали. И продолжают искать, где находится та самая Шамбала, Боки, Яков Блюмин, который пытался там что-то такое тоже искать. Эти экспедиции, которые были. Это очень довольно интересная тема. То, пожалуйста, пишите нам и задавайте вопросы. Еще раз я могу озвучить наши контактные какие-то телефоны. Это 847-226-9956. Это Skype, SunGates108. Солнечный оборот на конце буквы С. Это треновая W, SunGatesRadio.com, SunGatesRadio.com. Ну, и все программы выложены в YouTube, где вы можете с ними ознакомиться, оставить свои замечания и комментарии. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо вам за это. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok